Субтитры создавал DimaTorzok Таково было отношение Абу Бакра к Аль-Хусейну, да будет доволен имя Аллах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Умар знал о высоком положении представителей рода пророка, да благословит его Аллах и приветствовал. А как же иначе? Ведь он слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал, «В судный день будет разорвано каждое родство, кроме родства со мной». Этот хадис, который он услышал от посланника Аллаха, мир ему и благословение, побудил его обратиться к Али, да будет доволен им Аллах, чтобы посвататься к его дочери, к Умкульсум, дочери Али и Фатемы, да будет Аллах доволен имя всеми. Послушайте, как поступил Умар, да будет доволен им Аллах, когда Али дал свое согласие. Он направился в благословенную мечеть пророка и стал говорить, «Разве вы не поздравите меня? Разве вы не поздравите меня?» Люди спросили, «С чем, о повелитель правоверных?» Он ответил, «С женитьбой на Умкульсум дочери Али и Фатемы, да будет Аллах доволен имя всеми». Между Умаром и сестрой Аль-Хусейна, дочерью Али и Фатемы, Умкульсум, состоялась свадьба. Она родила ему дочь, рука ее, и сына Зейда. Зейд впоследствии гордился своей родословной и говорил, «Я сын двух повелителей». Да, ведь его отец Умар, а его дедом был Али ибн Абуталиб. Родословная, словно над ней сияние солнца и свет утренней зари. Есть много случаев, рассказывающих о повелителе правоверных Умаре, да будет доволен им Аллах, и его зяте Аль-Хусейне. Один из них упомянул Аль-Хафиз ибн Хаджр в своем труде и саба от Аль-Хусейна ибн Али, да будет доволен им Аллах. Аль-Хусейн рассказал случай, произошедший, когда он был маленьким. Он сказал, «Умар произносил проповедь с Минбара пророка, да благословитого Аллаха приветствует». Тогда Аль-Хусейн подошел к нему и сказал, «О, Умар, слезай с Минбара моего деда и встань на Минбар своего отца». Умар, да будет доволен им Аллах, улыбнулся и сказал, «У моего отца не было Минбара». Аль-Хусейн продолжил, «Тогда он посадил меня рядом с собой и сказал, «Кто обучил тебя этим словам?» И кто ответил ему я? «О, сынок, а разве седина на наших головах не появилась только из страха перед Аллахом и страха за вас? Навести же нас и отужинай с нами». Есть еще один случай, который упоминает Ас-Захаби в труде Сиер Алями Ан-Нубаля. Однажды Умару прислали одежду из Йемена, которую он раздал людям. Они пришли к нему в мечеть посланника Аллаха, благодаря его за это, и взывали к Аллаху за него. Однако Умар, да будет доволен им Аллах, сидел опечаленный между Минбаром и могилой посланника Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует. Почему же он был опечален? Потому что среди тех одежд не было такое, которое бы подошло Аль-Хасану и Аль-Хусейну. Как же он поступил? Он написал своему работнику в Йемене, чтобы тот как можно скорее прислал две одежды, которые бы подошли Аль-Хасану и Аль-Хусейну. Когда эти одежды были доставлены, Умар собственноручно надел их на внуков пророка, мир ему и благословение, и сказал, «Сейчас моя душа успокоилась». А я добавлю, что именно такой и должна быть искренняя любовь. Умар Ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, учредил ведомство, занимающееся выдачей жителям имущества из государственной казны. Ему предложили начать с себя. «Нет», — ответил он, — «относитесь ко мне соответственно положению, которое дал мне Всевышний Аллах». Тогда его спросили, «С кого же нам начать тогда? Начните с рода посланника Аллаха», — ответил Умар. То есть для Умара они были самыми благородными людьми, с которых и необходимо начать при распределении имущества. Он начал распределять имущество среди людей, начав с представителей рода пророка, мир им и да будет доволен им Аллах. После этого он постановил выдать отдельный дар всем сподвижникам, которые участвовали в битве при Бадре. Он выдал им всем по пять тысяч, и такую же сумму он дал и Аль-Хасану, и Аль-Хусейну. Некоторые ему возразили, однако они не присутствовали при Бадре, на что он ответил, «Я дал им эту сумму из-за положения, которое они занимают, из-за величия их достоинств и джихада, который вел их отец». Умар уважал занимаемое ими положение и их права. Повелитель правоверных Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, во время выдачи материальной помощи, предпочитал Аль-Хасана и Аль-Хусейна своему сыну Абдуллаху. Однажды сын Умара Абдуллах пришел к отцу и сказал, «Отец, во время выдачи дарений ты предпочитаешь мне Аль-Хасана и Аль-Хусейна. Возможно ли, чтобы ты выдавал мне столько же, сколько и им?» Умар ответил ему, «Сынок, если бы твой отец был подобен их отцу, то есть Али, а твоя мать их матери, то есть Фатеми, и твой дед был бы подобен их деду, то есть пророку, мир ему и благословение, то я бы дал тебе столько же». Умар не считал Аль-Хасана и Аль-Хусейна равными другим сподвижникам пророка, да благословитого Аллаха приветствует. Аль-Хусейн назвал одного из своих сыновей Умаром, ведь внук пророка и Умар Ибн Аль-Хаттаб любили друг друга, да будет доволен имя Аллах. Действительно, одного из своих сыновей Аль-Хусейн, да будет доволен им Аллах, назвал Умаром Ибн Аль-Хусейном. Он сделал это из благодарности к правителю правоверных Умару, так как этот великий человек по милости Аллаха принес много блага представителям рода пророка в целом и представителям рода Аль-Хусейна в особенности. В чем это заключалось? Род Аль-Хусейна, да будет доволен им Аллах, продолжился только по пути его сына Али-Зейн Аль-Абиддина. Его матерью была дочь Кисры, правителя Персии. Кто же подарил ее в качестве трофея Аль-Хусейну? Им был повелитель правоверных Умар Ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах. Послушайте слова Али Ибн Абуталиба, да будет доволен им Аллах, которые он сказал, прощаясь с этим великим человеком, с Умаром Ибн Аль-Хаттабом, да будет доволен им Аллах. Ибн Аббаз сказал, «Когда многобожник Абу-Люлю ударил его ножом, я навестил Умара. Его положили на кровать, а люди приходили, чтобы проститься с ним. Я удивился, когда кто-то взял меня за плечо. Я повернулся и увидел, что это Али Ибн Абуталиб». Это великое свидетельство в истории. Али попросил Аллаха помиловать Умара, а затем сказал, «Клянусь Аллахом, после тебя не осталось на земле человека, с чьими благими делами я хотел бы встретить Господа своего, Умара. Клянусь Аллахом. Я думаю, что Аллах воссоединит тебя с двумя твоими друзьями, так как я часто слышал, как посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, говорил, «Я ходил вместе с Абу-Бакром и Умаром. Я вошел вместе с Абу-Бакром и Умаром. Я вышел вместе с Абу-Бакром и Умаром». Так закончилось правление Умара ибн Аль-Хаттаба, а после пришло правление Усмана ибн Афана, да будет доволен имя Аллах. Субтитры создавал DimaTorzok во время правления повелителя правоверных Усмана ибн Афана, да будет доволен им Аллах, Аль-Хусейн был окружен наилучшей заботой и вниманием. Как же иначе? Ведь Усман ибн Афан был скромным человеком, который читал книгу Аллаха, плакал и боялся его. И более того, ведь Усман был женат на двух тетях Аль-Хусейна, и поэтому был прозван обладателем двух светочей. Он был женат на дочери пророка Рукая, а после ее смерти он женился на другой дочери пророка и тете Аль-Хусейна на Ум-Хульсум. Таким образом, Усман был зятем Аль-Хусейна, да будет доволен имя Аллах. Во время правления Усмана Аль-Хусейн был известен тем, что плакал из страха перед Аллахом, много поклонялся ему и довольствовался малым в этой мирской жизни. Его сердце было связано с Аллахом, великим и возвышенным. Как же может быть иначе? Ведь он был воспитан в окружении пророка, мир ему и благословение. Но представители рода пророка были не только чтецами Корана и теми, кто много поклонялся Аллаху, но и воинами на пути Аллаха. Так и Аль-Хусейн во время правления Усмана и Бонафана готовился к сражению на пути Аллаха. Он принимал участие в сражениях, открывающих Африку и другие земли. Все это он делал, подчиняясь велениям Всевышнего Аллаха. Время правления Усмана и Бонафана было временем открытия новых земель, среди которых была Африка. Однажды Усман и Бонафан побуждал людей в мечети пророка, мир ему и благословение, присоединиться к войску, направляющемуся в Африку. Там присутствовали видные сподвижники, Абдуллах ибн Аз-Зубейр, Абдуллах ибн Умар Аль-Хаттаб, Абдуллах ибн Джафар, и вместе с ними были внуки посланника Аллаха, мир ему и благословение, Аль-Хасан и Аль-Хусейн. Они также принимали участие в сражениях в Африке. Войско покинуло Медину и направилось в Фустат. Затем мусульманские батальоны прибыли в Бурку, а потом в Триполи. Их целью было очищение тех земель от римских оккупантов, которые изнурили жителей налогами и плохим отношением в дополнении к унижению и гнёту. Также они ставили своей целью распространение ислама и послание Мухаммада, мир ему и благословение. Что же произошло в тех битвах? Между мусульманским и римским войсками состоялось сражение. Победа досталась мусульманам, а римляне были разбиты. Много их воинов погибло, включая и их предводителя, правителя Византии. Мусульмане одержали великую победу. Они приложили все свои силы для завоевания Африки. Как же может быть иначе? Ведь с ними были видны сподвижники, а также Аль-Хасан и Аль-Хусейн, внуки посланника Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует. Не колезнам! Время было пр mistеки лет. Положилось Baum. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok